Луевский район гостеприимно встречает гостей на юго-востоке Гомельской области. Здесь проживает 11 тысяч человек. Живописная первозданная природа, уникальное археологическое и архитектурное наследие, а также бессмертное героическое прошлое района делают Луевщину узнаваемой и привлекательной для гостей и туристов. И это результат совместной работы представителей власти и местных жителей. В городском поселке Луев живут люди активные и инициативные, причем как молодые трудящиеся, так и пенсионеры. Председателю районного совета депутатов Ирине Пастуховой поступает обращение различного характера с просьбой оказать личное содействие. Постараться помочь каждому – задача непростая, но существимая. Ирина Пастухова – председатель Луевского районного совета депутатов 28-го созыва. Председатель Луевского районного отделения Гомельской области Белорусской партии «Белая Русь». Центральная площадь Луева – святое и знаковое место для всех жителей городского поселка. Это символ отваги и мужества героев-освободителей, погибших в боях на Луевском плацдарме в годы Великой Отечественной войны. Здесь увековечены имена 363-х героев Советского Союза. Еще более полутысячи воинов покоятся в братской могиле. Всего в Луевском районе захоронено свыше 12 тысяч погибших советских солдат. Память об их великом подвиге бережно передают подрастающему поколению. Луевский районный совет депутатов огромное внимание уделяет патриотическому воспитанию, историко-культурному наследию Луевского нашего края. Мы активно принимаем участие в диалоговых площадках, что сегодня актуально – помнить, знать свою историю и хранить. Луевщина в этом году отметит 80-летие освобождения. Это знаковая дата для нашего района. И работа, которая проводится, она будет продолжаться проводиться. Мы встречаемся в трудовых коллективах, мы встречаемся с нашим населением, встречаемся в избирательных округах, мы встречаемся в школе и всегда рады и очень рады, когда приезжают тоже к нам экскурсии. Ежегодно в Луевский район приезжает свыше 6 тысяч туристов, чтобы насладиться неповторимыми живописными пейзажами и ощутить энергетику этих величественных героических мест. Музей под открытым небом и прилегающие к нему территории всегда поддерживаются в надлежащем состоянии совместными усилиями органов власти и местных жителей. При содействии депутатов и инициативе организовывается в этом году субботник, который будет приурочен именно к 80-летию освобождения Луевского района от немецко-фашистских захватчиков. окажет нам спонсорскую помощь наш областной военный комиссариат и общественное объединение «Белая Русь». Мы примем участие вместе в покраске нашей военной техники. Это романтичное место отдыха для влюбленных парочек появилось по инициативе Луевского районного совета депутатов. Оригинальная кованая композиция олицетворяет семейное древо и нерушимость глубоких чувств. Здесь проходят торжественные выездные регистрации, младожены вешают свадебные замочки и загадывают желания. Что символично, на этом месте некогда располагался храм, что придает особую святость к моменту создания новой семьи. А для любителей активного отдыха здесь же, неподалеку в сквере, расположились современные уличные тренажеры. Они позволяют населению заниматься спортом прямо на свежем воздухе и привлекать к здоровому образу жизни как можно большее количество людей. Проект был реализован по инициативе депутатов Луевского райсовета и при участии местных жителей. Особой популярностью площадка с уличными тренажерами пользуется у молодежи. Она подходит для занятий круглые сутки, можно совмещать спорт и прогулку на свежем воздухе. Данные тренажеры подходят для развития групп мышц спины, рук, ног. Занимаемся здесь через день просто потому, что после одного дня занятий мышц нужно отдохнуть. Председатель Луевского районного совета депутатов Ирина Пастухова к проблемам своих избирателей относится с особым трепетом. Среди наиболее частых обращений – вопросы благоустройства, водоснабжения и ремонта дорог. Ирина Пастухова убеждена – народный избранник должен внимательно выслушивать людей и стараться сделать все от него зависящее и возможное. Депутат сегодня – это прежде всего человек. Человек с активной гражданской позицией, который всегда видит, услышит, что происходит вокруг и придет всегда с помощью к любому гражданину, к любому человеку. Депутат выслушает, где-то посочувствует, где-то поддержит, обязательно что-то возьмет на контроль, обязательно своевременно отреагирует. Луевский районный совет депутатов – это слаженная команда, это слаженный костяк, которые готовы сегодня продолжить работу на благо процветания, развития нашего Луевского района, нашей Гумельской области и Республики Беларусь. Развитию и благоустройству малых населенных пунктов на Луевщине, как и в других уголках Беларуси, уделяется особое внимание. Страдубский сельсовет – самый большой в районе, включает 18 населенных пунктов. Здесь трудятся 11 депутатов, которые едины в своих стремлениях делать жизнь людей лучше. Сергей Асташов – депутат Страдубского сельского совета депутатов 28-го созыва. Лесничий Луевского опытно-производственного лесничества Государственного лесохозяйственного учреждения «Луевский лесхоз». В лесной отрасли Сергей Асташов трудится почти 20 лет. Прошел путь от лесороба, вальщика, мастера и помощника до лесничего. В его ведении – 11 тысяч гектар насаждений, около 30 человек и 10 единиц техники. В своей профессиональной деятельности, как и в работе депутата, стремится помогать людям полезным советам и реальным делам. Этому учит и подрастающее поколение. Самое главное в работе депутата – это активность, участие во всех мероприятиях, которые проводятся на территории сельсовета. Это и акция «Чистый лес», это и акция «Посади дерево». Выезжаем в школу, проводим беседы со школьниками, показываем наглядную агитацию. И дети тоже приходят к нам в лесничество, мы показываем свое оборудование, которое у нас имеется. Подаем воду, им это все интересно, они довольно с таким впечатлением уходят от нас. Они помогают нам в посадке леса, в дополнении леса, очень даже активно помогают. Молодцы, спасибо им за это большое. В основном с нами работает Судковская школа, это в основном. В среднем у нас выходит в год до 10 гектаров они нам садят леса. Депутат сельсовета Сергей Асташов – частый гость в Судковской средней школе Луевского района. Для него это место по особенному родное и дорогое сердцу. Здесь учился он сам, в этом учреждении образования работает супруга, а также постигают знания его дети. Школа расположена в комплексе бывшей усадьбы графине Барановской – памятники архитектуры начала 19 века. Учреждение насчитывает более 50 учащихся, однако двери школы открыты для всех желающих. Красота и величественность этого исторического объекта поддерживается во всем. Постоянно силами учителей, учащихся, а также депутатского корпуса и местной власти осуществляется ремонт и благоустройство здания. Подкрашиваем, ремонтируем, также осуществляется обновление мебели. Все в прекрасном состоянии, наше здание, оно очень привлекает туристов. Были гости из Российской Федерации неоднократно, также были и зарубежные делегации из Германии, поэтому в Гомельской области тут очень часто туристы. Гомель, Речица и окрестные населенные пункты. Депутат сельсовета Сергей Асташов – многодетный отец, а потому хорошо знает, как организовать полезный досуг для детей. Эти красочные пенечки, скамейки и качели он сделал своими руками для местных ребятишек. Получилась площадка для отдыха, чтобы с пользой проводить время на свежем воздухе. Здесь каждый находит занятия по интересам. Дети играют в подвижные игры, их родители общаются между собой. Для пожилых людей это место душевного умиротворения. Депутаты сельсовета планируют установить здесь и специализированную детскую площадку, однако сохранить уже имеющуюся, которая никогда не пустует. Наша площадка обустроена благодаря нашему депутату Асташову Сергею Михайловичу. Он принимает активное участие в благоустройстве наших деревьев, нашего агрогородка. Много родителей, особенно по вечерам, со своими детками, выходят на эту площадку и гуляют в ее окрестностях. Оказать помощь в сносе аварийных деревьев и устранении излишней растительности – это то, с чем чаще всего местные жители обращаются к депутату сельсовета Сергею Асташову. Приемные часы – любое удобное время. Здесь каждый знает, где и как его найти. В обычной жизни надо прислушаться к своим избирателям, потому как они верят нам. А кто им еще здесь поможет, если не мы сами? Всех депутатов по сельскому совету 11 человек. По месту жительства здесь три депутата. Кто обращается, никому не отказываюсь, всем помогаем. Депутаты должны держаться все вместе, потому что один в поле не воин, а вместе оно как-то все и поддается, и слаженность, и все остальное. Благодаря слаженной работе лоевских депутатов между двумя соседствующими населенными пунктами Сутково и Передилка появилось новое асфальтовое покрытие. Раньше эта дорога была вся в ямах, что доставляло немало проблем автолюбителям. По многочисленным просьбам местных жителей, ее привели в идеальное состояние. В этом году в плане благоустройства в Страдовском сельсовете проделана действительно большая работа. В этом году в трех населенных пунктах, это поселок Сутково, населенный пункт Городок и деревня Казимировка, проложено два километра асфальтового покрытия. Сделали реконструкцию электрических сетей в одном населенном пункте в Казимировке. В настоящее время монтируется станция безжелезывания воды. По программе «Чистая вода» и выделенные средства из областного бюджета в агрогородке Страдубка. Планируется на следующий год такая же станция строительства в агрогородке Передилка. Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Гомельской области Алла Смоляк честность и преданность своему делу считает главным инструментом в любой работе. Что касается обращений к сенатору, граждане просят оказать личное содействие в жилищно-бытовых вопросах, возврате некачественных товаров, несогласие с тем или иным решением на местном уровне. Алла Смоляк член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Гомельской области. Член постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию. Председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста. Награждена почетной грамотой Совета министров Республики Беларусь. Алла Смоляк регулярно посещает Бывальковскую больницу Сестринского ухода в Луевском районе. Забота и внимание через благотворительные акции и подарки, общение и позитив. Пациенты учреждений инвалиды и пожилые граждане, которые нуждаются в постоянном уходе и простом человеческом общении. Большинству из них сложно передвигаться самостоятельно, а потому сенатор подарил учреждению гусеничный подъемник. Этот современный механизм значительно упрощает каждодневные тяжелые действия, которые раньше медперсоналу приходилось делать полностью вручную. Алла Викторовна Смоляк у нас частый гость. Наши пациенты очень рады. Она всегда приезжает не с пустыми руками. Оказывается, помощь и сладкие подарки, это и средства гигиены, это и постельные принадлежности, много чего. Самый большой подарок, крупный, это подъемник, которым мы регулярно пользуемся. Это, конечно, облегчило работу и сотрудников наших, и возможности появились больше у пациентов побывать на свежем воздухе чаще. Мы очень благодарны Алле Викторовне. Член Совета Республики Национального собрания Алла Смоляк входит в состав постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию. Среди наиболее важных проектов, принятых при ее личном участии, Конституция как главенствующий документ в государстве и ее подзаконные акты, закон о белорусском обществе Красного Креста, закон о инвалидах, кодекс об образовании, закон о туризме и другие. Все они широко обсуждались с обычными гражданами, которые активно участвуют в разработке важных для страны документов. Каждый законопроект, который обсуждается, он обсуждается на уровне граждан, потому что в первую очередь это защита граждан, защита наших обычных совершенно граждан, которые приходят к нам на прием, идеи которых мы обсуждаем в трудовых коллективах. Мы действительно берем их на заметку и при разработке, при внесении изменений в законы и законопроекты мы пользуемся мнениями граждан наших. И все решается совместными усилиями. Беларусь стремительно развивается и преображается. И это общая заслуга всех тех, кто не безразличен к судьбе своих родных районов, городов и малых населенных пунктов. Добрыми делами и начинаниями каждого из нас мы способны делать нашу страну еще красивее, уютнее и лучше, чтобы будущие поколения перенимали этот созидательный пример и искренне гордились своей родной землей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова